Доброе утро, братья и сестры. Знаете, бывают такие темы, которые все знают, все порядочные христиане, все, кто так или иначе слышал о Боге или верует в Бога, они об этом знают. Но периодически иногда нужно эти темы повторять, нужно усваивать их вновь и вновь и открывать для себя все новые мысли, новые идеи и наполняться энергией для нашей последней жизни. И сегодня мы будем разбирать отрывок второй главы первого послания Петра с 4 по 10 стихи. Я разберу с 4 по 6 стих и далее продолжу. Открутите, пожалуйста, ваши Библии, если у кого есть с собой, и прочитаем как раз с 4 по 6 стих. Первое послание Петра, вторая глава с 4 по 6 стих. «Приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, сегодня камень кровеугодный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдиться». И перед тем, как начинать разбирать эти стихи условно, перед тем, как влубляться в это, давайте посмотрим на эту главу немножко сверху, немножко схематически. Начинается глава с того, что апостол Петр говорит о том, как христианам стоит жить. Что им стоит делать? «Итак, отложи всякую злобую, всякое коварство и лицемерие за всякое разнословие. Как новорожденный младец, возлюбите чистое словесное молоко, добавь милость его на спасение». То есть дает инструкцию, как человеку жить. И после этого в третьем стихе переключается на Бога, переключается на Иисуса Христа. «Ибо вы вкусили, что Благо Господь». И дальше вот в этом отрывке, который мы будем сегодня разбирать, образ Иисуса Христа перекликается с образом человека. Апостол Петр рисует образ Иисуса Христа, каким Иисус является и, по сути, показывает нам пример и говорит нам, что делать, сравнивает нас с Ним и говорит, чему нам стоит стремиться. Итак, с четвертого стиха. «Приступая к Нему, кому неживому». Приступая в оригинальном переводе, если переводить дословно, постоянно приближаясь к Иисусу Христу, к Его образу, к Его примеру, к Его характеру. В Библии много говорится о постоянстве, о важности того, что христианин должен постоянно изучать Библию, постоянно общаться с Богом. И в постоянстве уделяется много внимания Библии. Ведь если в наших прилиотетах стоит Бог, Иисус Христос, то и наша жизнь должна основываться на этом, строиться вокруг Него. Ведь получается, что в нашей духовной жизни мы с вами строители, и нам выбирать, из чего нашу духовную жизнь устроить, и на чем ее основывать. И как раз об этом будут эти три стиха, о строительстве своей духовной жизни, своего духовного дома и своего духовного свидетельства. Священство, точнее, как там будет сказано далее. Какая ассоциация приходит вам на ум, когда вы слышите слово «камень»? Булыжник, возможно, кирпич. Твердое что-то, что-то основательное, что-то непоколебимое, крепкое и устойчивое. Именно таким апостол Петр описывает Иисус Христос. Твердым основателем, на которого можно положиться, на которого можно рассчитывать. Живой камень. Не просто бездушный предмет, не просто кусок камня или кирпич, или какой-то строительный шлаковок, или что-то еще. Живой. Живой. Тот, который умер за наши грехи, тот, который впоследствии воскрес и живет до сих пор. Живой Иисус Христос. Живой камень, который мы должны взять себе как краеугольник для основания своего духовного храма, для основания своей духовной жизни. Все должно начинаться с Его жертвы, с нашего сознания о том, что мы греховны и о том, что мы прощены Иисусом Христом. С этого должно все начинаться. И об этом апостол Петр здесь пишет. Иисус Христос, Которого отвергли люди, предали Его на смерть, но Которого и забрал Бог. Написано, что ко Мне живому, человеками отверженному. Люди Его распяли, люди голосовали за то, чтобы выбрали Его распять, а не Варнаву. Люди не приняли Его как Царя и не поверили, пока не все люди поверили Его словам и не провозгласили Его Сыном Личным Спасителем и Царем. Люди расстыли Его, люди Его отвергли. Но Богом Он был избран. Богом Он почитаем драгоценным. И в прошлой главе апостола Петр писал, но Которого избрал Бог, предназначенного еще преди создания мира. То есть Бог избрал Иисуса Христа на эту миссию, на эту жертву еще преди создания мира. Он был избран Богом. Он при концене. И еще одна характеристика Иисуса Христа. И мы, как строители, должны на этом, именно конкретно на этом основывать свою духовную жизнь, свое духовное жилище. Здесь подистиг, посвященный тому строительству. Давайте его прочитаем. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу Иисусу Христу. Как живые камни, подобные Его образу, устрояйте из себя, то есть стройте свой духовный дом, священство святое». И это накладывает некоторую ответственность, потому что священство, родом из Ветхого Завета, это место служения, место поклонения Богу. Это храм, где служили священники, ревиты, прославляли имя Бога, и куда приходили люди находиться в Божьем присутствии, приносить жертву Ему. И здесь апостол Петр призывает нас к тому, чтобы мы строили свое священство святое. В отличие от Ветхого Завета, где это было конкретной точкой, определенным зданием или местностью, сейчас с жертвой Иисуса Христа в Новом Завете это перестает в более духовный мир, более для каждого человека личное, что у каждого человека есть свой духовный храм, свое священство, которое мы должны сами строить, и которое мы должны прославлять Иисуса Христа, то есть в своем сердце. нам уже не нужно приносить жертвы за свой грех, нам уже не нужно смывать этот грех чьей-то кровью. Этот грех, раз он всегда был омыт кровью Иисуса Христа, и все, что там остается, это как те священники жертвовать свое время, свои силы Богу и поставлять его в своих сердцах. И привилегия священника, возвращаясь к священнику, это было привилегия общаться с Богом, служить Ему, находиться в Его присутствии. Служить в то время мог не каждый, только колено левита могло служить Богу, и человек должен был пройти определенные подготовления и проверки для этого. Но сейчас это доступно нам, каждому из нас, но христианам, да, но не всем. Люди, которые далеки от Бога, люди, которые не знают Бога и живут во грехе, они не могут строить какие-то отношения, они не могут общаться с Богом, близко общаться с Богом. Они не могут налаживать свою духовную жизнь, продолжая грешить, потому что Бог Святой не терпит грех. И мы не можем построить хороший, крепкий дом в духовной жизни, пока в нашей жизни находится грех. Грех, от которого мы должны избавиться. И вообще вся эта духовная стройка, построение своего святого святилища, священства в сердцах каждого из нас. Зачем это все? Зачем нам стараться ради этого? Зачем нам это строить? Ради того, чтобы служить Богу? Ради того, чтобы приносить, как здесь написано, духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом? Благодаря жертву Иисуса Христа, мы, опять же, нам не нужно каждый раз приносить новую жертву. Он принес за нас один раз свою жертву. И нам просто стоит Его благодарить за это. Нам стоит в нашей жизни проявлять благодарность к этому и почтение к этому. И касательно жертвы, есть такая украинская поговорка, немного грубая, «на тоби Боже, чем они на Боже». То есть отдачить Богу то, что человеку так не сильно-то и нужно пожертвовать тем, чем человек не сильно-то и дорожит. Но Богу будет неприятна такая жертва. Богу будет неприятная, неискренная, нежеланная жертва. Жертва из чувства обязанностей, из каких-то корыстных целей, что вот я сейчас пожертвую, а потом мне это вернётся. Богу это неприятно и так не получится. И жертву Богу можно воспринимать как подарок. Вот каждый из нас так или иначе получал подарки. И нам приятно получить подарок, который искренний, который мы хотим. Который прям угадали, чтобы нам это подарили. Таким же день или какой-нибудь праздник. Нам это приятно. Нам от этого приятно. И мы радуемся таким подарком. Так же и Бог. Мы можем выбрать, что Ему подарить. Мы можем подарить Ему служение, свободное время, посвятить Ему это. Мы можем подарить Своё служение не только Богу, но и другим людям, рассказывая о Боге и воинализируя об этом, приводя другие души к Богу. Мы можем подарить Богу даже молитву. Даже в молитве представлять Бога и служить этим Ему. И давайте прочитаем шестой. Завершающий стих. Ибо сказано в Писании. «Вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится». Бог для этого гарантия. В этом стихе Бог… Это стих из Ветхого Завета, из книги Исаии, 28-16 стих. Это написано так, что «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю, основание на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится». И еще с Ветхого Завета, еще с тех времен, люди готовы были положиться на Бога. Люди готовы были основывать свою жизнь на Боге. И таким образом Бог дает конторантию. Он, по сути, говорит, что «Вы можете на ней основаться. Вы можете доверять Мим словам. Вы можете верить Мне и в то, что я говорю, и в то, что написано во Мне в Библии. Он никогда не бросит нас от них в пустоту без Своей любви, без Своей заботы. Он абсолютно святой, абсолютно праведный, справедливый, не даст нам повода стыдиться нашей веры или стыдиться наших отношений с Богом. Но, наоборот, это то, о чём мы должны рассказывать для этих людей. Бог об этом авторитетно заявляет, что «Вы можете в Нее верить, не можете на Нее основываться, можете на Нее положиться». И как из древних времен люди готовы были основывать свою духовную жизнь, свое духовное священство на Боге, и прославлять Его в своих сердцах. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok